Селекция И шакала Путем гибридизации отбора от первых домашних форм собаки удалось вывести множество пород различного хозяйственного назначения. Поговорим о некоторых из них. Кавказская овчарка Кавказская овчарка По одной из версий предками лабрадора-ретривера были собаки с острова Ньюфаундленд, которых облагородили прилитием кровей поинтеров и черных гонщик святого Губерта, что добавило к их непревзойденным способностям апортировки тонкий нюх и охотничью сноровку. Короткошерстный фокстерьер Это английская охотничья порода, выведенная для преследования лис и енотов в норах. Фокстерьер происходит, вероятно, от терьеров, обитавших в английских графствах Чешир и Шропшир с примесью крови бигля. В XVIII веке среди спаниелей выделилась группа, которая специализировалась на охоте по вальдшнепу и получила название кокер-спаниель. Эта собака хорошо поддается на таски, любит воду и обладает острым чутьем. Предполагают, что пудель происходит от старой лохматой пастушьей собаки и водяной собаки. Пудель сочетает в себе ум и энергию пастушьей собаки со страстной готовностью к подаче апортировочного предмета и любовью к воде, что является характерными чертами водяной собаки. Вест-Хайленд Уайд Терьер происходит из Шотландии. В отношении происхождения породы есть две версии. Первая утверждает, что это лишь по-другому окрашенный скотч-терьер, а вторая предполагает, что эта порода сформировалась из керн-терьера, в помете которого появлялись мелкие белые щенки. В конце XX века большой популярностью стала пользоваться селекция лис и их искусственное разведение на специальных фермах. Сочетанием гибридизации и отбора у лис получают окрасы, отличные от нормального дикого фенотипа. Рассмотрим несколько окрасов лис. Лисица золотисто-платиновая. Лисица беломордая. Лисица серебристо-черная. Лисица густошерстная. В селекции кроликов используется методика закрепления в породу рецессивного генотипа. Серый дикий тип кролика имеет гомозиготный доминантный генотип. Но дикий фенотип может содержать различные рецессивные аллели, используемые для выведения пород. С использованием двух разных рецессивных генов выведена гималайская порода кроликов. Шиншиловая порода содержит только один из возможных рецессивных генов. Продолжение следует... Продолжение следует...